What the roles, what the things that the husband and the wife do. We've talked about their needs. Now what are they supposed to do? Now we're not going to try to get too detailed where the scripture doesn't get detailed. Подробности, если писание не вдаётся, подробности. Поэтому будем такие обширные качества, характеристики давать, что нужно делать, что они должны делать. Давайте поговорим о ролях мужа, что должен делать муж. Первое. Он должен вести. Он должен вести. И могу сказать, что не только практически. Также он должен вести духовно. И поймите, что лидер — это не водитель. Лидер, кто идёт вперёд для того, чтобы другие могли пройти за ним. Поэтому муж должен вести, быть ведущим в отношениях с Богом. Это означает, что он должен быть ведущим в своей сокрушённости перед Богом. Что может быть очень трудным. И я должна сказать, что мой муж лидером является. Когда он ведёт сокрушённости, и он даёт все свои права Богу, то мне очень легко за ним идти. И даже совсем не трудно подчиняться ему. Когда мы только женились, то поженились, то он знал Господа. Но он вырос, и его, в принципе, в семье не было ни в такой культуре постоянно регулярно ходить в церковь. И, в принципе, до тех пор, пока мы не начали встречаться друг с другом, он даже понятия не имел о том, что Иисус грядёт, что будет второе пришествие. Там просто в церкви говорили, веришь в Иисуса, пойдёшь на небеса, не веришь в Иисуса, пойдёшь в ад. Поэтому он подумал, да, лучше пойду на небеса. И можно сказать, что... И я выросла в такой церкви, где постоянно со мной Библия была, и в пять лет мне было, и я приняла Иисуса. И мы с мамой изучали Библию, только мы вдвоём. Я всё ещё могу помнить то, чему она учила меня. И когда я пошла в колледж, я думаю, я возьму перерыв от всего этого серьёзного христианства, всех этих серьёзных христианских штучек. И пока у меня был этот перерыв от христианства, я женилась, вышла замуж. И затем у меня было двое детей, родилось двое детей. И когда вот детям было два-три года уже, я думаю, осознаю, о, Бог мой, что я тут сделала? Эти дети должны ходить в воскресную школу. Я сказала ему об этом. И он говорит, ну, короче, разбуди детей, одень их, помой их, одень их, разбудишь меня, и мы пойдём в церковь. Я не знала, что делать. Не этого я хотела. И я не хотела быть лидером в этих взаимоотношениях. И всё, что я знала, что я могу сделать, и сказать, Боже, это неправильно, и я не знаю, как этот вопрос решить. И я взывала к Богу Божию, я всё это сказать, весь этот мусор, как насобирала, всё неправильно, и я это выброс делала. И просила, чтобы Он всё исправил. И что мне нравится, когда мы что-то ломаем, то Бог чинит. Не знаю, как долго времени прошло, может быть, несколько месяцев. И в один день Он говорит, так, завтра идём в церковь. И я спрашиваю, что на самом деле? Ты поможешь мне детей собрать? Он сказал, да. И можно сказать, с этого началась наша дорога к Богу. И затем Бог просто ухватился за него. И были такие времена, и дни, когда у меня вопрос такой возникал. Может ли Он у меня вообще вести духовно? Я могу сказать вам, что когда Он приблизился к Богу, то Он начал так быстро расти, что мне приходилось просто бежать за Ним, чтобы успевать. У него была аудиобиблия на кассетах. И каждый день, когда Он ехал на работу, с работы постоянно слушал эти кассеты. И потом вдруг, внезапно, начинает Он мне цитировать Библию. Это было самое замечательное. Поэтому Он мог вести меня. И когда Он был крещён Духом Святым, Я была так, как сказать, просто так трепетала, так ждала, так ожидала. И я слышала кассеты тоже о языках. И обычно женщина так говорила, что многие люди боятся говорить языками. А я знала, что я не боялась. Я знала, что если это Бог, то я хочу этого. И я также была убеждена в написании, что это Бог, и что это моё, это принадлежит мне. Поэтому я зашла в ванную, закрыла дверь. Включила музыку, прославление. Поэтому даже детей не слышала, что они там включали. И у нас, можно сказать, с Богом было серьёзное как бы дело. И я говорю, Бог, я не боюсь того, что происходит здесь. И это было одно из тех времён, когда я точно знала, что я Бога услышала. Это не был такой слышимый голос. Такое, что сформировалось вот это предложение внутри меня. И Бог сказал, да, я дал тебе этот дар, но не прикасайся к нему до тех пор, пока твой муж не будет свободен в этом. Это было трудно. И я стала похожа на стервятника. Я наблюдала за ним, начала наблюдать за ним. На каждом служении в церкви, на каждом призыве покаяния я наблюдаю, наблюдаю. А он стоит там вот так. И потом один друг у нас был, короче, говорит, я хочу помолиться, чтобы вы получили дар языков, когда вы будете в магазине или за покупками пойдёте. Это не помогло. И затем, в один день, кажется, прошло полтора года. Мы с Кёрком и матерью моей сидим за нашим столом, завтракаем. И моя мама рассказывает эту историю, свой опыт, как она получила этот язык молитвенный. И поймите, что моя мама очень интеллектуальный человек. И можно сказать, она получила степень магистра по лингвистике. И она всегда признавала то, что языки — это ценное в Писании, из Писания. И также она говорила, что я не вижу необходимости. И вот она рассказывает историю, что стоит она, стоит в доме, хвалит Бога, прославляет Бога. И потом внезапно говорит она, такая слава, «Боже, у меня даже нет слов, чтобы сказать тебе, как я люблю тебя». И как только она сказала это, она падает на пол и говорит, «Боже, я вижу эту необходимость». И говорит, что незадолго после этого, в свое молитвенное время, она получает небольшое предложение. Это не было много. И поскольку она лингвист по образованию, она начала анализировать это предложение. Это похоже на существенность. Это похоже на глагол. А это похоже на словосочетание. Поэтому пришла она к такому заключению. Приходит к такому заключению, «Это не может быть Бог, иначе она бы не анализировала это предложение». Это не может быть духовным языком, потому что она анализирует это предложение. И, к счастью, у нее был очень хороший пастор. И он объяснил ее, «Да, это может быть духовно». И только из-за того, что ты молишься Духом, не означает, что твой разум никакого части не имеет в этом. Это не то, что иррационально, и ты вообще не думаешь, когда ты молишься. Но когда ты молишься Духом, ты соединяешься с Богом, говоришь тайны Богу. Поэтому твой разум здесь. Поэтому твой разум тоже может быть таким же активным. И поэтому мама рассказывает эту историю. И я вот смотрю на него. И у него такое выражение лица, такая экспрессия лица, мимика, что точно он понимает, о чем говорит моя мама. Поскольку он к тому времени молился языками уже в течение месяца. Так что он сам еще пытался понять и понять понимание от Бога, от Бога ли это. Я такая была, о! И потом два дня спустя снова я своей ванной говорю, хорошо, Бог. Я ожидала, а теперь все, идем дальше. И получается, некоторых из вас может быть такие свидетельства, что кто-то помолился о вас, и потом сразу у вас шандай, и все дальше пошло. Не так это было со мной. У меня было несколько маленьких слов. Можно сказать, гласных. Слогов, слог, несколько слог. Поэтому я была очень рада. И затем, не долго прошло время, и Бог расширил мой духовный словарь. Но смысл в том, что он был первым. И смысл в том, что он вел, и муж должен вести. Я могу рассказать много о том, когда мой муж вел в поклонении. И это также вел в сокрушенности, разбитости. Джефф Коллинз is coming next week, right? He was here? He's already been here? He's coming next week. Джефф Коллинз. Do you guys know him? Джефф Коллинз еще приезжает. Был уже, еще приезжает. Вы его знаете, да? One of my best memories of Kirk and Jeff И можно сказать, самые лучшие воспоминания мои, когда Кирк был вместе с Джеффом. Мы были на пасторском ретрите. И это были два парня, единственные там, которые танцевали перед Богом. Абсолютное желание у обоих быть глупцом ради Иисуса. И очень легко для меня следовать за мужчином, за таким мужчинам. That doesn't mean to say that if a man's gonna really lead his wife, he has to, you know, dance. I'm not saying that. Но когда он ведет в сокрушенности, разбитости, то для нас очень легко следовать. Легко также для общины самой, людям, церкви, следовать за Кирком. Потому что они видят его сокрушенность перед Богом. Поэтому, мужчины, вы должны вести. You need to lead. Now, you gotta say something? I think a lot of times when we talk about men leading spiritually, is that we begin to feel very responsible for making God perform or making things happen. And we часто ощущаем эту ответственность за то, чтобы Бог что-то сделал и Бог исполнил. That means we've got the answer. But God talks about David and others being a good shepherd. Но Бог говорит о Давиде и о других, о том, что они были хорошими пастырями. И это ответственность, вся ответственность, которая возложена на них, на пастырей, пастухов, привести стадо к зеленым пажетям. Поэтому, что я могу сказать? Я не могу заставить траву расти, но я несоответственность за то, чтобы привести к зеленой траве. И одна из ответственностей мужа в том, чтобы создать атмосферу в семье. Я бы сказал, изменить атмосферу, создать атмосферу так, чтобы Бог мог действовать в этом. Поскольку Бог хочет, чтобы я был в этом определенном месте и, другими словами, открыл небеса. И изменил атмосферу своими молитвами. Тогда Бог может действовать. И мне не надо будет делать какие-то усилия, прилагать, делать движение Божье самому. Но я просто обеспечиваю и содействую атмосфере. И я могу честно сказать, что у него это хорошо получается. Следующее, что делает муж, 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Если же кто своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Поэтому муж должен обеспечивать. И это должно быть под Богом. И он не должен обеспечивать Мерседес-Бенз и очень дорогую одежду. Но он должен обеспечивать семью, и это не входит в задачи жены обеспечивать семью. И в практической реальности, в экономической реальности зачастую женам приходится работать вне дома. Но все еще у нас должно быть в этом понимании как верующих, то, что он должен быть обеспечителем. Получается, жена может потребовать больше, чем необходимо обеспечить, но это должно быть согласовано с ним. В Штатах все очень сильно изменилось даже за период моей жизни. Когда я еще была маленькой девочкой, то мужчиной это было даже вопрос самоуважения в том, что жена не должна работать. затем в 70-х годах получается феминизм, фемистическое движение возникает, типа, я женщина, это такая фраза очень распространенная, я женщина, услышь, как я рычу. И что сейчас я вижу в наши дни, если женщина не работает, то это злит мужей очень сильно. А так, в Украине тоже так же само? Злятся? И вот в чем вопрос. Я говорила об этом в самом начале. Я могу бросить вызов своей культуре. Я не могу бросать вызов вашей культуре. Поскольку это та часть, та часть, что вы делаете здесь. Когда Слово Божие оседает в вас, находится внутри вас, тогда вы сможете встать, и как бы восстать, и там, где необходимо что-то сделать, в вашей культуре вы это сделаете. Поэтому муж должен быть обеспечителем. Третье, что он должен делать, он должен защищать. Защищать нас. Снова, это как духовная часть, но и так же и практическая. Мне нравится, когда он переживает, если меня нет дома, если я не пришла еще домой. И хочу получать этот звонок, что на мобильный мой телефон, где ты находишься. Или же какая-то авария произошла, или поломка. Это его роль. А теперь введем к ролям жены. В чем роль жены? Let's go back to Genesis chapter 2. Снова затем себя бытие, вторая глава. Verse 18. 18-й стих. And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Now understand helper. Let's understand helper. Давайте поймем, что значит помощник. This is not some lower position, like I'm going to make you an assistant. Это не какое-то низшее положение, типа будешь моим ассистентом. One of the titles of Holy Spirit is helper. One of the titles of Holy Spirit is helper. So if we've been given, I mean, that's pretty awesome. And we've been given, I mean, that's pretty awesome. We're supposed to help our husbands. And we're supposed to help our husbands. Help him spiritually. Help him spiritually. Help him physically. Help him physically. I'm supposed to help him. I'm supposed to help him. I really see the spiritual aspect of this as being the most important. I'm supposed to, I'm supposed to know where his heart is, where he's going, where God's going with him. I'm supposed to know where his heart is, where he's going, where God's going with him. and get engaged in the process. And be involved in the process. I don't take over. I don't take over. I don't take over. I don't take over. He doesn't need me to be nagging him. He doesn't need me to be nagging him. I don't need to be nagging him. But there are some times he needs me to say, what did God say? to remind him that he's heard from God. You should tell him to remind him. Yeah, yeah. Sometimes I have to remind him that he's heard from God. because it's, the call that God has on his life is not always easy. Because it's, the call that God has on his life is not always easy. Usually it's not easy. Usually it's not easy. It's not easy. So I can help him by reminding him, hey, God's on your side. So I can help him by reminding him, hey, God's on your side. And that brings me to the second thing that a wife does. And this will lead me to the second role of the wife. Go to Proverbs, chapter 31. Chapter 31, verse 11. This one's a serious one to me. I just, I, 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 It says the heart of her husband safely trusts in her. that's for me one of my main jobs is to earn his trust. If he trusts me and he knows that I, 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 I want him to succeed. I don't want my way. I want God's way in him. I want God's way in him. Then I can be a better helper. Then when I say, what did God say? I don't get that look like he'd like to, you know, thump me. If I have earned his trust, then when I come up to him and I say, now what did God say? And when I come up to him, I say, now what did God say? I don't get that look that says he'd like to knock me into the next room. He, 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 has his interest more at heart than I do. And he knows, that there is no more other person, who is so interested in him, than I do. Okay. Number three. Thing that I, that the women are supposed to do, the wife is to do. Supposed to take care of the house. должна заботиться о доме. Proverbs 31, 15. Прича 31, 15. Now there are many different ways that a woman can take care of a house. Есть всевозможные способы, как жена может заботиться о доме. And each relationship is going to be decided between the husband and the wife. И всякое взаимоотношение должно быть решено между мужем и женой. But for us, we've established that the house is mine. We arranged the kitchen the way I wanted. And on the kitchen, I do everything like I want. Now, Tatiana and I were just talking about Kirk is very good in the kitchen. He can cook, he does dishes, he does all kinds of things. And also Kirk очень хорошо может справиться на кухне, очень хорошо может готовить. все убирать, мыть. Но лучше ему как бы не заходить на мою территорию, там, где я решаю все. Это моя кухня. поскольку это Бог дал мне, и это мое владычество, мое господство, там находится дом, мое владычество. Now, as you read through Proverbs 31, 10 through 31, there are some interesting verses, и когда будете читать эту главу, то есть первую главу притч, там будут очень интересные стихи, that show us the number four thing that the wife does. They show us the fourth thing. I've already mentioned three, number four. Так что три, мы уже упомянули, что делает жена, и четвертая, что она еще должна делать. Жена также может работать за пределами дома, использовать свои таланты. 16 стих. She's farming. She's a real estate. Можно сказать, она занимается фермерством. She considers the field, buys it, and then she plants a vineyard. Фермерством, современным языком, недвижимость, или задумывая о поле и приобретает его. And then look in verse 24. Затем 24 стих. She's making linen garments and selling them. Делает покрывало и продает. So it is perfectly, I mean, we've got a blessing from God for a wife to work outside the home. She's just not usurping that role of provider. She's just exercising her gifts and her talents. She's just exercising her gifts and her talents. Okay. Hmm. Let's talk about some of the things we need to be aware of. Еще давайте поговорим о некоторых вещах, которые нужно знать. Husbands, you're the provider. You're the protector. You're the protector. What was that third one? Let's go back. Can you remember my own notes? Lead! You're the leader! You're the leader. You're the leader. You're the provider. You're the protector. You are not the dictator. You are not the dictator. I mean, with all that responsibility, it's pretty big. And if you take all these obligations, which are very many, the temptation would be for you to come in and start bossing people. as Kirk was saying earlier, this leading, and I really believe that sometimes, many times, the sense of becoming a dictator comes out of a sense of false responsibility. You begin to feel like you're supposed to make it happen. And make your wife do what God tells her to do. And a man can't do that. Another thing a husband needs to be very aware of is the power that goes with his position. One Bible teacher that explained it to me and helped greatly his name, I think his name is Gary Smalley. He said that frequently a man might come into the house and in his thinking with his words he's scattering little pebbles. little bitty rocks. And получается, часто мужчина входит в свой дом и по своему мышлению или что он делает, как он думает, он раскидывает такие маленькие маленькие камешки. Это в игре они используются, такие мраморные камешки. But for those underneath him, his wife and his children, it feels like huge boulders are coming down. А он думает, что он раскидывает эти маленькие мраморные камешки, но для тех, кто находится под ним, для его детей и жены, они чувствуют, что это он целые валуны на них накидывает. And it can cause great hurt. и что может причинить большую боль. And then the wife or the kids respond, and the man is confused. All I said, all I said was... И потом, как реагирует жена, как реагируют дети, и потом мужчина вообще смущает, и говорит, да я вообще, что я вообще сказала? It just happens, that the more authority God has given us, и так происходит, что чем больше Бог дает нам власти, the more power our words has to hurt people, то тем больше силы в наших словах и силы в том, чтобы даже ранить, причинить какую-то рану для людей. They can help, but they can also hurt. Это может помочь, но также может и нанести какую-то рану. Okay. The next thing, I think a husband needs to be wary of, is just becoming passive. И также, о чем должны быть осведомлены мужья о том, чтобы... как становиться пассивными. I just don't want to fight with her. Я просто не хочу с ней как бы драться, или бороться. Отпустить и сказать, что пусть она делает как хочет. It's just too much trouble to fight with her. Так как слишком много неприятностей будет, если я буду бороться с ней. I doubt if there is a husband on the planet that hasn't thought that at least once. Я сомневаюсь и думаю, что на всей планете нашей, по крайней мере, каждый из мужей думал так хотя бы один раз. But I am telling you that sometimes it is love for you to conflict with your wife. Но также я могу сказать, что иногда это проявление любви, когда вы идете на конфронтацию с женой. I want you to, I want him to fight with me. I want him to fight fair, use good rules. И я хочу, чтобы он боролся со мной справедливо по хорошим правилам. But I don't want everything my way. No, who doesn't? I don't. I don't want it my way. And when he tells me what he likes and doesn't like, that's love to me. то это проявление любви ко мне. Because I want to please him. Потому что я хочу угодить ему. When we were first married, there's a dish in Texas that we cook, it's called chili. И как только мы женились, есть такое блюдо в Техасе, которое называется chili. Это мясо гамбургер и очень, как бы, очень острое, очень много специй там. Приготовила я это блюдо, приготовила так, как готовят мои родители. И спрашиваю, ну как, нравится тебе chili? Yes, it's really good. Да, очень вкусно. Спустя восемь лет нашего брака, он говорит мне, chili слишком острое. Слишком острое, слишком много специй. И могу сказать, это больно, это как бы, приносит рану такую. Потому что в течение восьми лет я ему не урождала. Поэтому иногда не будьте пассивными. Некоторое время уделите, расскажите ей всю истину. Если будет взрыв, пусть будет взрыв. That makes me secure if I know he can handle it when I have what we call a meltdown. An emotional meltdown. И можно... Again, say it again. It makes me feel secure if I know he can handle my emotions. Могу чувствовать безопасность, если я знаю, что он может справиться с моими какими-то эмоциональными срывами. And so that says love to me. And it also указывает на любовь. How we doing, Devin? Okay. The last thing we've touched on this a little bit is Colossians 3.19. That the husband needs to be wary of becoming bitter. О том, чтобы не становиться горечным. You were asking earlier bitterness, how to describe it. Что такое горечность? Что такое горечь? Как ее описать? Have you ever had something that was in your refrigerator and got pushed to the back of the refrigerator and you couldn't quite, you couldn't find it and you could smell a smell coming out? Бывало ли такое, что в холодильнике что-то у вас там стоит, стоит очень долго где-то в уголке и очень долго и уже запах такой пошел из того уголка? Like something something is bad in there. Что-то там плохое завалялось. That describes bitterness. Это можно, таким примером можно описать горечность. Usually it starts with an anger. Обычно начинается это с гнева. And again, because remember what we said about the way men's minds worked. И снова, вы помните, как мы говорили о том, как функционирует ум мужа. The anger happens in one little hall. Можно сказать, гнев возникает в каком-то маленьком коридоре. You've shut the door and gone on. Вы закрываете дверь, выходите. And you've forgotten it. И забываете об этом. But you're still angry. Но вы все еще злитесь. And it hasn't been dealt with. И вы с этим не разобрались. Either you take it to God and forgive and let it go. Либо вы приносите это перед Богом и прощаете, разбираетесь с этим. И гнев является результатом какой-то обиды либо разочарования. So you don't deal with it and then it starts stinking. Вы не разбираетесь с этим. Потому что некоторое время начинает это заваниваться. That's bitterness. Это и есть горечность. And it's very easy to become embittered against your wife. И очень легко стать горечным по отношению к своей жене. And I think men have to be told this because again, the danger is the way you think, the way your mind is created. Поэтому мужчины должны быть осведомлены из-за этого, только из-за того, как они устроены, как устроены их разум. Очень легко как бы разъединиться, отсоединиться от того, что разлило тебя вчера. Я не говорю о том, чтобы копаться как-то в себе, но о том, чтобы Дух Святому позволить показать. Представь перед Богом, попроси Духа Святого, покажи мне, то, что я где-то закрыл в каких-то коридорчиках. И он удивительно верен в том, чтобы это сделать. Перерыв. я ищу гостим, что я knowledgeable это, это, но,